Сегодня мы проиграли, но я вам скажу, что я не разочарован качеством игры, потому что ровный матч, мало есть компонентов, в которых мы сегодня уступили явно Зениту, плюс-минус ровное владение, я думаю удары тоже будут створ-ворот равное количество. Единственное, что в таких матчах, на мой взгляд, превалирует, это индивидуальное мастерство футболистов. Сегодня Малком вышел и сделал разницу, но я думаю, что, наверное, поэтому он и один из лучших футболистов России. По структуре, по тому, как играл факел, по желанию, претензий к ребятам нет. Естественно, есть моменты, которые можно было сделать лучше, но в целом игра не осталась какой-то, я говорю именно про игру, не про результат, не осталось какой-то осадок. Можно было сыграть, скажем так, результативнее в атаке, потому что были к этому предпосылки, но не получилось. Что хотелось бы отметить, мы не были робкими сегодня, у нас были неплохие комбинации, мы выходили в атаку, оказывали давление на соперника. Единственное, что расстраивает, конечно, это результат. Мы в любом состоянии понимаем, что Зенит, это Спартак, Динамо, кто угодно. Мы всегда разочарованы поражениями. Сегодня была отличная атмосфера на стадионе, хотелось подарить людям праздник, потому что вот этот отрезок, который мы проводили в домашних матчах, болельщики всегда яростно нас поддерживали. Но, вы знаете, бывают матчи, когда не все получается. Но в целом, я думаю, что люди увидели сегодня факел, который не боится играть. Факел достойный. Ну и двигаемся дальше. Сравните, пожалуйста, предыдущий матч чемпионата с соперниками, где удалось очко завоевать, и сегодняшний. В чем сегодня Зенит превзошел? Вы уже об этом говорили. Сегодня я понял ваш вопрос. Сегодня Зенит превзошел нас в единственном. То, что они смогли забить, реализовать свои моменты, мы не смогли. И индивидуальное высочайшее мастерство отдельно взятого игрока. Прошлый матч для нас сложнее был в плане игровых действий. Мы много работали без мяча, много оборонялись. Зенит заставил нас глубоко отойти на свою половину поля. У нас вообще было мало аргументов в атаке. По результату, естественно, тот матч нас устроил. Но качество игры сегодня с нашей стороны было лучше. Игорь Анатольевич, а как на Ваш взгляд? Что случилось с начальством второго тайма? В таком случае, когда забыли выйти на поле? Почему такой провел с ростом в начальстве? Ну, сложно объяснить, потому что там была коллективная ошибка с нашей стороны. Но вопрос в другом, что игроки высочайшего мирового уровня, я бы даже сказал, понимают, как располагаться по отношению к мячу. Как вовремя открыться и исполнительском мастерство на высочайшем уровне. Поэтому мы немножко проспали. Соперник этим воспользовался. Там просто показалось, что эта дыра просто была перед мамками, когда он получал мяч вообще никакого нет? Да, да, совершенно верно. Потому что мы пошли активно в давление. Дуглас, если я не ошибаюсь, просто выбил мяч вперед. Мы не смогли его подобрать. Нас развернули и использовали на пространстве. Это наша ошибка, естественно. В любом случае, сейчас не повод всем огорчаться. Результат, естественно, нас не устраивает. Ребята работают самоотверженно. Ребята стараются, выкладываются. Мы тренируем многие вещи. Сегодняшний матч показал, что мы двигаемся в правильном направлении. Плюс все-таки мы вводим в состав новых игроков, адаптируем их под наши требования. Нам нужно время. Естественно, времени у нас много не будет. Мы это понимаем. Поэтому старание, желание, правильная работа, правильно выставленный тренировочный процесс. Потому что все построено в футболе на взаимодействиях. Очень тяжело сразу дать результат. Футболисты должны друг друга чувствовать, понимать. Мы должны синхронизировать все моменты. И мы немножко будем, скажем так, тактически перестраиваться. Возможно, у нас есть возможности. Мы на сборах будем пробовать различные сочетания игровые. Может быть, мы даже поменяем схему нашу. И забегая вперед, впереди зимняя пауза. Время подписания, переподписания контрактов. В клубе этот процесс идет или будет все зависеть от итогов чемпионата? В клубе, конечно, идет процесс, естественно. Все все понимают, все знают, в каком направлении нужно двигаться. Это ежедневная работа. И сейчас как раз тот период, когда все активизировались. На продолжение есть ли варианты для усиления? Сами уже какой-то был разговор, какие-то варианты? Может быть, аренды? Да, естественно, наши руководители ведут работу в этом направлении. Я думаю, в любом случае усиление будет командой. Дмитрий Анатольевич, второй раз подряд в воротах стоит городовой. И в этот раз даже Свинова не было в заявке. С чем связано? Просто Алексею даете практику побольше? Нет, просто Илья простыл, поэтому он даже сегодня вообще не готовился к матчу. Что может взяться? С Максимом Максимом происходит лучший бомбардир Фринелла. А вот такое впечатление, что последний мальчик как-то теряется на фронт-премьер-лиги? Или просто уровень другой? Или что-то психология будет предполагаться? Ну, естественно, уровень сопротивления другой. Все намного быстрее, намного жестче. И РПЛ предъявляет иные требования, чем ФНЛ. Момент адаптации, к сожалению, у нас у всех немного затянулся. У Максимова есть качество бомбандира. Надеюсь, что в ближайшем будущем он может реализовывать свои моменты. Потому что в каждой игре у него всегда есть голевой момент. Вопрос ФНЛ, он их реализовал. В РПЛ, к сожалению, не всегда получается. Оренбург и Урал, наверное, уже мальчик проанализировали. Вот так краткий достаточно был комментарий по поводу них. Но очевидно, что в отличие от состава Никарфакева шансов с Оренбургом, что с Уралом было мало. На ваш взгляд, в чем причина что-нибудь получилась? Ну, про Оренбург я уже говорил. В Урале конкретно мы не готовы были страдать на поле. Не готовы были держать борьбу. Не было такой целостности, агрессии, страсти. Каждый немножко перестраховался. И получилось, что в совокупности мы проиграли очень много единоборств. А если футболисты проигрывают единоборство, естественно, очень трудно рассчитывать на положительный результат. Была скованность, были действия, которые трудно объяснены. Мы с этим разобрались. Сегодня, я думаю, что матч нам более-менее удался по сравнению с матчем в Екатеринбурге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok